Начиная с 1866-го, на жизнь императора Александра II было совершено 11 покушений. Последнее стало роковым. 1 марта 1881 года царь в сопровождении конвоя возвращался в Зимний дворец из Михайловского манежа. Проезжая по Екатерининскому каналу член террористической организации «Народная воля» Софья Перовская, взмахом платка подала сигнал другому участнику покушения Николаю Рысакову. Он, в свою очередь, бросил бомбу в экипаж императора. Взрыв повредил карету, но царь остался невредим. Охрана задержала Рысакова. Вместо того, чтобы уехать, не слушая мольбу своих спутников покинуть место происшествия, Александр сначала отправился поговорить с преступником, а затем начал осматривать место взрыва. В суматохе охрана не заметила, как к царю подбежал еще один террорист, Игнатий Гриневицкий, и бросил бомбу рядом с государем. Взрыв раздробил ноги царя, что вызвало сильнейшее кровотечение. Последними словами императора стали «Несите меня во дворец, там умереть». После чего он потерял сознание от потери крови. Александра посадили в сани и срочно повезли в Зимний. Государь скончался в 14-15 в своем кабинете, не приходя в сознание.